Здравствуйте, уважаемый фонд «Русь сидящая». Хочу с вами поделиться своей небольшой историей жизни. Отбываю наказание. Это мой первый срок, он на 12 лет. По статье 105, часть 2. Это убийство с отягчающими. И сразу такой срок. Будучи на ИК-12 работала в Котельне, ушла потом на колонию поселение. И там познакомилась с будущим мужем. В 21 году забеременела. После чего меня перережимили обратно в колонию. Там я и родила дочку. Назвала Миланой. Муж, когда освободился, приехал ко мне на колонию. Мы расписались. Месяц все было хорошо. После чего я ему позвонила, а он мне сказал о разводе. И больше не отвечает на телефонные звонки. Что делать, я не знаю. Для чего он давал надежды? Для чего была нужна эта роспись? Я не понимаю. Я осталась одна с ребенком на руках. Ну что ж, я ему не судья. Может быть, когда-нибудь к нему придется сознание, что он сделал. Ведь он знает, что по освобождению нам даже ехать некуда. Тащушка вся в отца пошла. Особенно внешне. С характером малышка. Каждый день хожу к ней на свидание. Всегда стараюсь ей что-нибудь принести. Красавица у меня растет. Вот одна она у меня и осталась. Ну ничего, стараюсь не унывать. Сейчас думаю, а как и куда ехать по освобождению? В какой-нибудь центр, наверное. Выбора все равно нет. Дочку ни в коем случае не оставлю. Буду стараться дать ей все необходимое, что нужно. Я верю и надеюсь, что у нас все будет хорошо. А так, если кто может хочет помочь, пожалуйста, мне откажите в помощи. Может, что найдет, кто захочет написать. Вообще, буду очень рада пообщаться, поговорить. Рада буду любым строком. С уважением и диплом к вам. Елена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова